Омские фермеры вышли на митинг. Крестьяне против новой системы сертификации. С января 2018 года забивать скот будет разрешено только в специализированных пунктах. Митингующие уверены, новый закон станет топ-бойным для всего крестьянства выращивать свиней и коров. А в личных подсобных хозяйствах станет слишком затратно, слово нашим корреспондентам. Это мамка так мамка, ей три года. Она ласковая такая, молодец Машка. В свиньи, козы, кролики и куры. Сегодня хозяйство Руслана Иванова насчитывает несколько сотен голов. Шесть лет назад это были десятки. Перебраться из города в деревню Ивановых нужда заставила. С работой стало туго, а расходы только выросли. Сначала завели коз, чтобы молоко не покупать, а потом занялись разведением кроликов и поросят. Свиноматка принесла, когда отбиваем их, мы их сюда откидываем. Мы вчера отсадили свежий малолет. Ухаживают за ними всей семьей, потому что понимают, чем больше вложишь, тем больше получишь. На деньги от продажи мяса Ивановы покупают продукты, одеваются, оплачивают обучение детей, строят дом и даже воплощают в жизнь свои мечты. Старшая дочь в этом году получила права. Теперь вот копит на машину, бройлерами. Цыплят-то по осени считают, а вот поросят придется сдавать уже по новым требованиям. А это дополнительные расходы. Ближайший забойный цех в городе. Лузина у нас не возьмет, у них свое хозяйство, чтобы не занести какую-то там инфекцию, заразу. То есть это все боятся предприятия. Нет. И как бы ближайший у нас получается мясокомбинат. Я смысла не вижу. Вот нанимать машину, это все делать, когда я могу за час разделать поросеночка. То есть у меня будет семья сыта, довольная. То есть где-то голову оставил на холодец, накормили, где-то ноги. А там это все будет на субпродукты оставаться. О парном мясе, которое так любят и мечи, и вовсе придется забыть, говорят фермеры. Забой, ветеринарная проверка, клеймение – все это занимает не один час. Особенно, если партия большая. В итоге крестьяне получают мясо даже не охлажденным, а замороженным. Но это же абсурд. Мы всю жизнь ели крестьянский забой, свежий. Если я на рынок, вот я забил и привезу на рынок мороженое мясо, то есть я должен сдать, он его забить, охладить и прочее. Потом я должен за ним еще раз приехать, чтобы, допустим, если сам хочу продать, и отвезти его на рынок. У меня мороженое никто не возьмет. Несогласные с новыми правилами вышли на митинг и грозят более радикальными мерами. Люди надеются, что чиновники их услышат. В регионе сегодня действует четыре десятка специализированных пунктов забоя скота. Вот только услуги их не очень-то востребованы. Многим добираться далеко, больше двухсот километров в одну сторону. К тому же ценник на продукт в пункте гораздо ниже реального. Да еще и за убой заплатить полторы-две тысячи рублей. Светлана Подберезни, Алексей Попов. Новости здесь, Омск.